Клубы пара и ручьи горячей воды по снегу. Порыв трубопровода произошел рано утром здесь, в поселке Светлый, на шестом участке тепломагистрали. В зону аварии попало 300 многоквартирных домов, 200 коттеджей Октябрьского района и 150 домов микрорайона Светлый. Место аварии было установлено, опустили полностью отопление жилые дома по обратной трубопроводу, которую запустили. Конечно, большая сложность, запустили и произвели все необходимые работы. И практически к вечеру были все устранены работы. И именно то, что затянуло время у нас, то, что не смогли вовремя полностью, чтобы заполнить полностью теплотрассу. Потому что эти теплотрассы объемом 1200, все-таки долго проводилась эта работа. Несколько часов порыв на теплотрассе устраняло более 40 человек. В 5 аварийных бригад ТГК-14 на месте работала оперативная группа МЧС. Несмотря на то, что сейчас авария почти устранена, тепло до сих пор появилось не во всех квартирах. Горожане сетуют в пабликах и продолжают звонить в диспетчерские службы. Жалобы сегодня от населения поступают. С проспекта строителей Столбовая, Мокрова, Жердева, Тулаева и также в поселке Светлый. По заявлениям властей работы не прекращаются. Сейчас нужно выстроить гидравлику. И такая задача перед ТГК уже поставлена. До сегодняшнего момента еще существуют проблемные ситуации. Несмотря на то, что температуру подняли до задаваемой 95, у нас еще по обратному трубопроводу температура ненормативная. Где-то порядка на... буквально час назад на 7 градусов еще была недогрета. То есть где-то порядка 60 должно быть, приходит сейчас 53. Тепло и горячую воду энергетики обещают дать до 8 вечера. Во всех домах, где температура опускалась свыше 16 часов, обещают сделать перерасчет. А пока энергетики выравнивают давление в аварийной теплотрассе, не радуют нас и синоптики. В ближайшие дни в Лануде ожидаются морозы. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня.